всем привет вы на канале за снова на нашей станции на теплом стане и у нас очередной обзор по нашей рим зоне по нашей текучки давайте уже по традиции пройдем через наш уголок электрика посмотрим чем он занимается так ну здесь у нас автомобиль пока с ошибками по положению фаз человек тоже был производил ремонт там замена цепи если я правильно помню все его слов стороннем сервисе после этого начались проблемы ну вот машина только поступила к нам сейчас электрик смотрит так здесь у нас это старенький автомобиль hundai tucson где-то наверное года 2008 есть а правильно помню с пробегом 361 тысяча с копеечками человек жаловался что машина подтраивает но немножко неправильно здесь у нас v-образная шестерка бензиновая были пропуски по зажиганию сняли коллектор чтобы посмотреть на состояние свечек человек говорят что в каком-то сервисе он производил капитальный ремонт данного двигателя и значит по итогу сейчас какую-нибудь самую красивую свечку мы достанем вот достали свечи и такое ощущение что при ремонте двигателя не не менялись здесь у нас прям хорошо видно что электрод на свече выгорел зазор тут бешеный а здесь вот прекрасные следы как у нас прошивала свечу прям здорово свечи уже кажется ему были выданы ждем сейчас подвезут комплект еще высоковольтных проводов все а вот эти вот и они подъехали вот они новенький комплектик и сейчас алексей будет его собирать так ну и вот еще один автомобиль у нас kia sorento так здесь у нас проблема очень распространенная по двигателю человек на трассе в процессе движения столкнулся с тем что на ускорение появился посторонний стук машины перестала ехать ну вот я честно есть как подозрение мы еще не приступали ну-ка давайте послушаем что же за звук тут характерный дальше не стоит но здесь боюсь двигатель уже последние деньки свои вот же ну звук явно идет от шатуна дальше я уже даже боюсь его заводить скорее всего надо будет снимать поддон смотреть думаю что плачевное будет результат но вскрытие покажет так ну здесь у нас плановая . плюс мойка радиаторов это у нас sorento prime тут алексей отошел да да производится сейчас снятие бампера мойка радиаторов очень часто и сейчас вот при с наступлением летом промо практически через одну машину приезжают на данную процедуру причем рекомендуется не только для бензиновых но и для дизелей обязательно если вы не хотите чтобы ваш двигатель был перегрет и чтобы система кондиционера работала исправно раз в два года обязательно это надо делать и не верьте тем кто говорит что я там на мойке мыл там приехали мне помыли я там на даче со шлангом водичкой полил там снаружи все вроде чисто кажется а вот когда снимаешь эти радиаторы и смотришь что между основным радиатором и радиатором кондиционера вот там вся грязь в ее не видите на редко сейчас на современных автомобилях можно подлезть и посмотреть самому как правило все это закрыто кожухами там защитками и так далее то есть это можно в принципе оценить либо снизу да вот видите вот да вот здесь вот попробуйте просто посмотреть туда фиг заглянешь это можно только на подъемнике снизу там приснять защите что-то увидеть поэтому мы рекомендуем раз два года вот даже при небольших пробегах лучше сделайте профилактику эту процедуру чем потом столкнуться с проблемами причем даже если вы не можете проверить состояние радиаторов кстати маленький такой лайфхак для самостоятельного проверки любом автомобиле тем чтобы проверить эффективную работу системы кондиционера можно что значит заводим автомобиль и включаем кондиционер желательно на максимум и проверяем состояние по температуре прямо на ощупь состояние трубок то есть у нас как правило трубка высокого давления она всегда идет у нас более толстая низкая меньшего сечения беремся вот так вот руками да там в данном случае здесь удобно потому что они на виду на другом автомобиле может быть по-другому не проверяем то есть трубка высокого давления у нас через там буквально несколько минут работы кондиционера должна быть прям холодный если это у нас там прогретый двигатель на улице жарко бывает она очень быстро начинает даже пулковаться конденсатом трубка низкого давления должна быть но чуть горячее у температуры тела ну то есть вы должны свобод чувствуете что она теплая но свободно и держать в руке она не должна обжигать если же эта трубка горячая и вам даже тяжело там несколько секунд держать на ней там палец это уже говорит о том что система кондиционера работает неэффективно причин тому несколько да это и забитый радиатор кондиционера потому что теплоотдача будет нарушена он не сможет отдавать тепло в должном объеме это может быть еще не рабочий вентилятор охлаждение кондиционера на некоторых автомобилях он стоит отдельный на некоторых автомобилях вот так здесь допустим это один общий вентилятор причем вентилятор должен срабатывать у вас вне зависимости от того автомобиль прогрет не прогрет то есть при включении кондиционера вентилятор автоматически включается ну и это может быть утечка фреона то есть не достаточный объем его заправки и вот в таком случае вам надо обратиться в сервис если кстати кто-то помнит наш про прошлый обзор здесь на теплом стане мы его заканчивали на и моменте разборки двигателя с автомобиля ки оптима да вот прошло энное количество времени и мы дождались его сборки вот он у нас на столе алексей его сейчас собирает вот основные работы уже в принципе алексей сделал здесь уже блок у нас практически собраны ему только нижнюю постели осталось а нет уже все что у нас не уже сделал настолько осталось в общем-то поголубь по головке только несколько работ ну наверно лучше чтобы алексей сам рассказал о всех моментах сборки я думал это сейчас сделать всем привет нас на сборке g4 н.д. в принципе двигатель это брат мотора g4 на ничем не отличаются от и на то есть низ весь на головка от и на отличается она постелью при спредвалов как мы можем видеть добавлен кусок целый вот этот вот для чего это сделано то бишь когда все это у нас постелька стоит на месте примерно вот так сейчас поставим надо типа она есть сюда добавили механизм ввл для чего он служит есть у нас два из предвала впуск выпуск как это было раньше но добавлен еще один раз кулачковый вал вот он он идет в паре со впусковым распредвалом выпуск убираем соответственно есть вход кулачков основные основного распредвала который давит отсюда вот сюда на рокера но при определенных оборотах двигателя электромотор начинает этот вал вольватроника вращать доворачивать тем самым больше открывать клапана впускные то есть ход ход клапанов меняется что это дает это дает во первых динамику то бишь наш клапан больше открывается соответственно пойдет подача воздуха больше ну и впрыск впрыск соответственно в принципе вот и все что они добавили в этот ввл еще хочу заметить значит есть регулировочные болтики у нас у 10 для тех кто мало ли будет делать сам или еще что то вот эти болтики регулируются один раз заводом больше туда никто никогда не лазить нигде они в мануалах даже не прописаны ничего если вы туда залезли будьте готовы к тому что можно будет потом просто приобрести вот этот вал весь в сборе в целом что это дает двигателю самому блоку ничего потому что он точно так же как и она страдает задирами вот он пожалуйста только с гильзовки были задиры отсюда насколько помню там прошлом видео здесь по ссылочке можно будет посмотреть на нем компрессия баловалась очень сильно разбег большой компрессии был задиры опять таки были но это предыдущем видео можно посмотреть а что касаемо вот этой системы в вели она влияет ну пошустрее моторчик стал то есть в отличие от обычного и на мотора он да он стал пошустрее подинамичнее ну а также вот этот мотор у нас сейчас на сборке его почти собрали также не знаю как-то подходит время то ли что то ли пробег можем посмотреть еще одна оптима стоит такая же белая тоже ввл этот мотор у нас был задирами тот мотор у нас с масляным голоданием пойдем посмотрим вот она собственно оптима на сборку которым мотор сейчас с вами смотрели а вот она оптима на разбор такой же cvvl мотор но с провернутым шатуном на третьем цилиндре человек приехал хотел сделать эндоскопию цилиндров потому что беспокоил посторонний шум двигателя он думал что это стучат фазовращатели но нет и кстати да вот можно посмотреть вот мы открутили шейку третьего цилиндра вот такие там вкладыши у нас были вот он подранный шатун вкладыши вот так крутились в нем крышка шатуна собственно если будет интересно обзор на этот двигатель подписывайтесь пишите в комментариях сделаем обзор разбор на этот двигатель подписывайтесь на наш канал всем пока что он поднимается что он стал сзади он 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 Продолжение следует...